кружево это вечная классика живущая вне времени и моды и со времен своего создания является символом женственности и аристократизма позвольте себе эту роскошь с нашим новым комплектом видеокурсов праздничное кружевное платье три в одном даже если вы никогда не шили стоит начинать причем сразу с такой красивой вещи в любой компании на любом празднике вы будете неотразимы в шикарном кружевном платье сшитом своими руками здравствуйте вы на канале модные практики и мы продолжаем уроки технологии по многочисленным просьбам мы работаем с пайетками хотели показать вам прежде всего какие бывают пайетки и на что стоит обратить внимание вот как вы видите пайетки бывают самые разные те которые пришиты полностью которые не сдвигаются с места и те которые пришиты так что они могут переворачиваться особенно если они сделаны пришиты так что больше к одной части то есть они переворачиваются и там другой цвет появляется такие пайетки сейчас очень модный и это очень красиво но они бывают из разной плотности пластика вот эти например пайетки они очень мягкие с ними вообще никаких не будет проблем вот они прям мягонькие мягонькие даже к телу а эти будут такие жесткие в общем пайеток бывает огромное множество пайетками украшают и кружева и ткани и все что угодно мы хотим вам показать сегодня как работать с пайетками на таких узловых местах например мы покажем вам как на вот таком образце соединить боковой шов и окантовать его такие основные моменты вы сегодня увидите для того чтобы нам работать с ним нам понадобится такая сеточка мы специально взяли ее не совсем в цвет для того чтобы вам было лучше видно у нас такой образец длинный и пайетки на нем такие жесткие они прям вот очень из но такие плотненькие поэтому их нужно будет высекать прежде чем сшивать сейчас мы наш образец разрежем пополам мы тоже специально не стали делать это без вас потому что здесь тоже есть некоторые нюансы мы этот образец разрежем пополам и будем сшивать как будто это у нас боковой шов будьте внимательны наташечка нам поможет да по лицу потому что если вы сейчас возьмете ножницы и прям вот будете резать их как ткань то ну можете попрощаться с вашими ножницами поэтому когда вы режете будьте внимательны что вам нужно разрезать только саму основу желательно не касаться пайеток в нашем случае пайетки такие и они часто такие потому что вот такие пайетки такие мягонькие их редко когда найдешь и они не такие эффектные потому что здесь уж видно пайетки так пайетки выйдешь таком платье и сразу все понимают кто здесь звезда а это такие скромненькие поэтому и может быть с ними меньше заморочек или такими ножницами или вот этими щипчиками у нас тоже любят резать но самое главное чтобы вы не разрезали пайетки сами только основу ну и вы понимаете что когда вы кроите большое изделие то вот такой способ когда жалко ножницы лучше ножницы поберечь и когда нужно сделать быстро и все-таки разрезать по пайеткам что придется разрезать пайетки сами берите какие-то ножницы которые вам уже не жалко которые вот они у вас для пайеток все при разрезании ни одна пайетка не пострадала и сейчас нам нужно будет стачать этот шов он у нас условно боковой шов но прежде чем это делать мы помним что иголка сломается затупиться и дальше наша работа не сдвинется поэтому прежде чем мы все это начнем стачивать нам нужно удалить пайетки с места стачивания шва процесс это долгий поэтому нужно чуть-чуть набраться терпения обычно она пришита пайетка пришита с помощью цепного стежка поэтому нужно найти эту ниточку которая держит все пайетки такая конечно трудоемкая работа но эффект от такого платья или даже украшение из пайеток это конечно очень красиво представляете раньше пайетки были из тонкого металла вот уж были пайетки представляете девочки сейчас мы удалим пайетки с места шва и покажем вам вот мы выпарали все пайетки которые нам мешают для того чтобы стачать наш боковой шов когда мы выпарывали мы складывали все наши пайетки вот в посудинку для того чтобы когда мы стачаем бывает такое что кажется немножко залысинка и мы можем их тогда нашить вы тоже так себя подстраховывайте потому что ну такое бывает все у нас основа здесь из сетки основа под пайетки такая трикотажная сеточка и сейчас стачиваем как обычно но обычно у нас только я нитка и иголка у нас уже другая лапка односторонняя лапка так чтобы нам не задеть пайетки когда вы скалываете пайетки скалываете или сметываете будьте внимательны нужно чтобы вам потом дальше было меньше работы по восстановлению пайеток сразу скалываете так чтобы они прям получились впритык друг другу конечно не очень удобно в нашем случае пайетки расположены горизонтально они расположены чешуйками не вниз а в бок поэтому наташа даже отгибает те пайетки которые его так торчком стоят и вы помните для того чтобы начинать работу вам нужно все подготовительные работы уже сделать там где у вас вытачки нужно выбрать все пайетки и когда будете шить конечно тоже нужно прям внимательно внимательно следить ну пробуем пробуем сделать прямо вот как как будто следующий ряд пайеток идет чтобы она выглядела максимально естественно не протыкаются очень плотные пайетки можете прям сметать потому что вну здесь такой момент что и промахнуться нельзя и сделать лишнего нельзя сметали скололи стачиваем пайетки отгибаем максимальном помним о том что нужно поберечь иглу удобно конечно лучше с односторонней лапкой хотя бы мы видим одну сторону остальные пайетки можем отгибать от шва основа у пайеток тоже может быть разная какие-то на сетке какие-то на шелке или других материалах поэтому выбирайте тоже когда покупаете пайетки не только смотрите как они блестят но и на основу чтобы она была если растяжима то слегка растяжима не так что прям вот как резинка и так прошиваем все швы которые у вас есть на изделии аккуратно дострачиваем наш шов и идем за утюжили стол там тоже будут некоторые нюансы пришли за утюжили стол перед тем как начинать вообще что-либо утюжить на пайетках в каком-нибудь уголке или на кусочке попробуйте как ведут себя пайетки под утюгом достаточно ли температуры и не начинают ли они плавится наши пайетки ощущение что вообще железные потому что можно и иглу сломать и ножницы и под утюгом с ними ничего не происходит но бывает по-другому мы проверили у нас все хорошо мы можем разутюживать шов разутюживать или скорее заутюживать сначала приутюживаем и аккуратно заутюживаем это все для того чтобы уже наше изделие превращалось такое красивое чтобы уже не было видно швов не переживайте если у вас вот такие залысинки появились как он у нас вот здесь такое бывает для этого у нас целая блюдечко пайеток сейчас идем за швейную машинку будем окантовывать вот этот шов после того как мы заутюжили шов мы видим что есть некоторые неровности которые хочется исправить поэтому осноравливаем делаем шов полтора сантиметра или тот который у вас запланирован мы вырезали сетку поперек она слегка эластичная но только очень очень мало она у нас почти три сантиметра это не имеет такого большого значения потому что мы будем все равно ее обрезать лишнее и сейчас будем окантовывать шов сетку специально выбрали не в цвет чтобы вам было видно на самом деле вы выбирайте все так чтобы у вас все подходило по цвету меняем лапку на обычную и будем окантовывать понятно что сетка здесь которая на основе она так и так не сыпется но мы же хотим люкс чтобы сделать люкс нужно немножко постараться ничего не сметываем скалываем стачиваем у наташи такой профессионализм она даже не скалывает она у нее все силы и мысли держится небольшая закрепка в начале и ширина шва на ширину лапки 0 5 это будет ширина нашей окантовки сетка конечно очень благодарный материал очень удобно с ней работать окантовывать таким же способом вы будете окантовывать и работать с швом по центру спины там где будет молния все боковые швы плечевые вот по этому же принципу поэтому мы очень хотели показать вам именно этот способ из уже будем обрабатывать по-другому это вы увидите уже в следующем мастер классе стачали небольшая закрепка в начале и в конце вот так выглядит наша строчка вот начало нашей окантовки сейчас чтобы привести все это в порядок нужно отутюжить идем за утюжили стол вы помните что работа с сеткой тоже предполагает определенные риски поэтому сетка которой вы окантовываете она тоже должна под утюгом правильно себя вести поэтому сначала попробовали на кусочки если она не плавится все хорошо температура утюга правильная то можете работать дальше сейчас заутюживаем окантовку чтобы нам было дальше легче работать все теперь можно идти заметывать и окантовывать заметываем окантовку огибаем срез помним что у нас там окантовка шириной 05 поэтому очень аккуратно огибаем и заметываем здесь сетка вот она у вас как ложится там с изнаночной стороны и так и ложится здесь уже можно даже не подглядывать туда главное чтоб с лицевой стороны она хорошо ложилась все остальное лишнее мы срежем вы все увидите вот научитесь делать пайетки и будете красивые потому что из пайеток можно делать вот все что угодно сейчас и украшают пайетками и бомбер можно сделать из пайеток не только платье какое-то красивое даже свитер можно сделать пайеток поэтому вот такой важный узел как стачивание и обработка швов это вот прям самое главное и помните что даже несмотря на то что мы окантовываем швы высекаем все пайетки все равно все изделия из пайеток должны быть на подкладке потому что ничего приятного в том что вот здесь вот колется леска ничего приятного в этом нет поэтому все изделия на подкладке до конца заметали и прокладываем строчку прокладываем строчку вы можете сами смотреть где вам прокладывать строчку можно в канавку можно на 01 на окантовку как уже вам хочется в окантовке можно и так и так делать следите с изнаночной стороны пальчиками следите чтобы у вас та часть окантовки которая у вас с изнаночной стороны она не залезла в шов потому что не всегда бывает такой ровненький квадратненький кусочек который нужно стачать это же все-таки у вас изделие поэтому все проверяйте руками закрепка в начале и в конце все убираем наметку она нам больше не нужна и сразу пока мы здесь мы можем срезать с изнаночной стороны всю лишнюю сетку для того чтобы у нас получилась красивая окантовка аккуратно здесь уж точно нужно очень аккуратно нам нужно срезать девочки нам нужно срезать только дожди секунду наташ вот вот этот хвостик от сетки и срезать нужно рядом со строчкой вот поэтому я говорю что работа с сеткой при окантовке это очень удобно потому что вот сейчас мы высекаем лишнюю сетку и все у нас красивая окантовка на самом деле вот этот секрет вы можете использовать в окантовке любых швов если вы работаете с кружевом если вы работаете с какими-то сложными тканями то сетка в таком случае палочка-выручалочка фактически все у нас шов наш готов осталось его отутюжить и пришить вот эти пайетки которые у нас вдруг их стало не хватать этот шов мы заутюжим сейчас и останется у нас вот вот этот участок здесь мы восстановим пайетки вручную сейчас идем за утюженный стол окончательная утюжка шва следите чтобы ничего не затягивало у вас да осторожно с пайетками осторожно поэтому перед тем как что-то начинать делать с пайетками вы делаете макет изделия вносите все корректировки потому что сейчас уже что-либо изменить но уже обидно потому что столько работы проделано поэтому сначала макетик все проверяете потом кроите и уже вот дальше вся эта работа шов готов сейчас осталось только заделать вот эту залысину вот видим наше поле для деятельности вот наши пайетки которые мы бережно сохранили и сейчас самое время ими воспользоваться можно меня колоть можно хотя у этих пайеток отверстия с одной стороны они не переворачиваются хотя обычно такие переворачиваются вот так они пришиты нам нужно сделать так чтобы она даже не отличалась закрепляем и следующую закрепляем и следующую вот эту работу вы можете делать тогда когда у вас полностью окончено изделие когда вы уже все сделали и видите вот уже свежим взглядом посмотрели где нужно добавить на вытачках на боковом шве где-то там внизу может быть сейчас мы вам показываем это только как принцип работы потому что когда вы будете делать вам будет лучше видно обычно это вся работа в конце делается и когда вы стачивали следите для чтобы у вас детали правильно были расположены пайетки правильно были расположены если детали одинаковые такая работа с пайетками она не предусматривает ошибок здесь уже все должно быть абсолютно точно вот такая красота у нас получилось все недостающие пайетки наташечка пришила и теперь вот так вот выглядит наш шов вот так будет красиво и с изнаночной стороны красиво и с лицевой стороны не видно если вы вот так будете делать у вас будет идеальное изделие мы были рады показать вам как работать с пайетками на вот таком узле с вами была наталья ирина и вся наша команда